Всем привет! С вами я, Елена Удалова, преподаватель немецкого языка. Давно с вами не виделись, я очень соскучилась, надеюсь, что вы меня еще не забыли. В сегодняшнем видео мы разберем с вами целых 19 глаголов, связанных с готовкой. 20-е я не нашла. Так что отправляйтесь на кухню, чтобы запоминать их вместе со мной. Поехали! Учтите, что глагол кохен связан именно с закипанием, поэтому если вы хотите приготовить салат или завтрак, то этот глагол вам не подходит. Но только если вы не хотите отварить яйца на завтрак. Я готовлю суп. Ты уже отварил картошку? Hast du schon kartoffeln gekocht? Особенность глагола backen в том, что на формы do и erzies у него есть два варианта. Можно сказать du backst, можно сказать du bäckst. То же самое с er sie es. Er sie es bäckt oder er sie es bäckt. Ты испечешь пирог? Backst du einen Kuchen? Oder bäckst du einen Kuchen? Она испекла пиццу. Sie hat eine Pizza gebacken. Braten, жарить. Особенность глагола braten в том, что он тоже меняет свою корневую гласную на формы do и er sie es. Ich brate, но du brätst, er sie es bäckt. Он жарит картошку. Er brät kartoffeln. Я пожарила яйца. Ich habe eier gebraten. Zubereiten, готовить. Вот это как раз таки универсальный глагол готовить, который можно использовать и с салатами, и с завтраками, и с ужинами, и со всем, что связано с готовкой. Мой муж готовит завтрак. Mein Mann bereitet das Frühstück zu. Как вы видите, приставка zu отделяемая. И второй пример. Ты сама приготовила салат? Hast du den Salat selber oder selbst zubereitet? Schneiden, резать. Я режу хлеб. Ich schneide das Brot. Ты порезала сыр. Hast du den Käse geschnitten? Schälen. Schälen. Очищать от кожуры. Ты чистишь картошку? Шälst du die Kartoffeln? Я почистила Яблоко. Я натираю на терке морковь. Ich reibe die Karotten oder die Murüben. Почему вы натерли на терке огурцы? Warum haben Sie die Gurken gerieben? Шморн. 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 Тушить. Тебе следует потушить мясо. Du solltest das Fleisch шморн. Ты тушил овощи или жарил? Hast du das Gemüse geschморт oder gebraten? Klein hacken. Шинковать. Ты мог бы, пожалуйста, пошинковать зеленый лук? Könntest du bitte den lauch klein hacken? Ich habe petersilie klein gehackt. Lenn, а ты что тут смотришь? Мы же видео снимаем. Я смотрю курс Елены Удаловой, преподавателя немецкого. Знаешь такое? Нет. Очень интересные курсы. С первого занятия начинаешь говорить по-немецки. Еще тут такие ассоциации прикольные, веселые. Мне очень нравится, оторваться не могу. А как записаться можно? Чтобы записаться, можно перейти по ссылке в описании под этим видео, оставить контакты и с тобой свяжутся. Приставка ум в глаголе умрюрен отделяемая. Почему ты мешаешь твой чай? Она уже помешала кашу. Она уже помешала кашу. Она уже помешала кашу. Он добавил немного сахара. Приставка ab в глаголе abschrecken тоже отделяемая. Кстати, у меня этот глагол ассоциируется с ужасом. Шрек это такой персонаж, который страшный, erschрекен по-немецки, пугать, испугаться, abschrecken, вы пугаете, например, яйца или макароны холодной водой. Ты обдашь макароны холодной водой? Шрексту die Nudeln ab? Я обдала яйца холодной водой. Венден переворачивать Тебе следует перевернуть, блин. Ду сольст ден Пфанкухен венден. Она перевернула шницель. Си хат дас шницель гевендет. Приставка auf тоже будет отделяться. Ты разогреваешь твою еду? Вärмст du dein Essen auf? Я разогрела суп. Приставка ab в глаголе abgießen тоже будет отделяться. Я сливаю воду. Ich gieße das Wasser ab. Ты уже слил воду? Hast du schon das Wasser abgegossen? Салзен, солить. Мне нужно еще посолить салат. Ich muss den салат noch salzen. Вы уже посолили суп? Haben си ди супе шон gesалзт? Пфэфан перчит. Она перчит все блюда. Си пфэфат але герихте. Ты поперчил рыбу? Хас ду дэн фиш гепфэфат? Пробирен пробовать. Ты обязан это попробовать. Ду мус дас пробирен. Я попробовала все блюда. Их хабе але герихте уда але шпайсен пробирь. Шмирен, бешмирен, намазывать. Шмирен мы используем, когда мы просто намазываем что-то. А бешмирен, когда мы намазываем что-то чем-то. Я намажу себе кусочек хлеба. Их шмиру мне айна шайба брут. Здесь мы просто намазываем хлеб, поэтому мы используем глагол шмирен. Кстати, ди шайба это кусочек, ломтик, похоже на слово шайба, поэтому очень легко запомнить. Чем ты намазал булочку? Вомет, hast du das Brüchen beschmiert? Здесь уже не просто намазать, а намазать чем-то. Чем ты намазал? Вомет, поэтому мы используем глагол бешмирен. Вместо двадцатого глагола готовки я предлагаю поставить вам палец вверх под этим видео, если оно вам понравилось и если вам нравится такой формат. А также напишите, пожалуйста, в комментариях, на какую тему вы хотели бы еще подборку глаголов или, может быть, не только глаголов. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Рада была вернуться на канал. Надеюсь, что вы мне тоже рады. Увидимся в следующих видео. Ты что-то смотришь? Мы же, вообще-то, видео снимаем. Да, я курс смотрю у Елены. Да, блин, я не могу об этом серьезно говорить. Блин, так классно получилось. Давай еще. Я должна подкинуть очень красиво. У меня должно получиться. Я желаю вам еще один добрый день. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова